Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Petros. Для этого нам потребуется чит и скрипт. Скачать их можно на моем личном сайте, также ссылочка на него будет в описании. Также кому не сложно, хотя бы один раз нажмите на какую-то из этих реклам. Буквально на сайте побудьте секунд 5-10 и можете выходить. Далее, что нам нужно сделать? Если у вас нету чита, заходим в Exploits и здесь выбираем какой-то один из двух читов. Либо же можете по очереди их использовать. В сегодняшнем видеоролике буду показывать Star. Напомню то, что Splash с ключом, Star без ключа. То есть, если вам не трудно получать ключ на Splash, вы можете использовать его. Так, ладно, значит, возвращаемся обратно. И в поиске пишем Petros. Нажимаем поиск. Пока что есть всего лишь один скрипт, потому что режим новый. И это самый нормальный, самый хороший скрипт, который пока что существует на данный момент. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И, как видите, очень просто. Мы получаем с вами скрипт. Все, можно его копировать. Далее, заходим в Roblox. Открываем чит. Можно заранее, в принципе, вставить сюда скрипт. И нам нужно в настройках включить DLL от RNL. Включаем его. То есть, ставим здесь галочку. Далее, возвращаемся обратно. И нажимаем Inject. Также, получается, этот скрипт работает на DLL от VRDevs. Но он работает там не на все функции. Короче, там есть в скрипте самая важная функция. Это AutoFarm монет. Вот, к сожалению, именно AutoFarm монет на VRDevs не работает. То есть, чтобы AutoFarm работал, если вам нужен, то используйте Cranel. Если вам нужны какие-то другие функции, которые я сейчас покажу, то можете использовать VRDevs. То есть, на ваше усмотрение. Так, смотрите, значит, у нас открылось окошко. Копируем эту ссылку. Далее, открываем новую вкладку и вставляем эту ссылку вот сюда. Проходим, получается, капчу. Далее, нас перекидывает на сайт. Ждем здесь 15 секунд. Потом опять вставляем эту ссылку. Проходим капчу. И так нужно, короче, сделать где-то 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. В принципе, давайте, чтобы вас не томить. Сейчас я быстренько это все сделаю. Получу ключ и мы с вами продолжим. Все, в принципе, как видите, я получил ключ. А далее нам его нужно скопировать. Далее, а потом открыть опять Roblox. Также это окошко. И в это окошко вставить, получается, наш ключ, который мы получили. И нажимаем на кнопочку Enter. Все, отлично. У меня получилось заинжектироваться. В принципе, как видите, ничего сложного здесь нет. Далее, нажимаем на кнопочку Exclude. И вот он появляется, скрипт. И проверяем сразу же первую функцию. Это CollectCoin. Как видите, эта функция работает. Но сразу напомню вам то, что эта функция не работает на DLL от VrDevs. Я уже проверял. Это уже 100% информация. Так что, если именно вам нужна функция CollectCoin, то придется использовать DLL от Krnl. А в принципе, оставшиеся другие функции, вроде бы как, на VrDevs работают. Так, ну ладно. В принципе, я думаю, вы поняли, как эта функция работает. Выключаем ее. И дальше идет функция After Reburst. К сожалению, у меня на Reburst вроде бы как не хватает. Да, не хватает. Нужно 450 уровень. Буду его довольно долго копить. Но эта функция работает. Я уже проверял. А, далее. Можно открыть некоторые Game Pass'ы бесплатно. Также, кстати, кто не знал, в этом режиме Game Pass'ы можно бесплатно получить. Вам, получается, нужно копить мегакойны. То есть, как видите, Game Pass'ы не за Robux'ы продаются, а за мегакойны. Но все равно это очень долго. То есть, просто нажимаем Teleport Unlook, Triple Egg Unlook, Fast Hatch и After Hatch. Все. Отлично. К сожалению, другие функции получить, скорее всего, нельзя. Там стоит какая-то защита. А на этих функциях защита не стоит. Их можно получить без проблем. И, как видите, они работают. Получается, открылось автооткрытие. Также быстрое открытие и Triple. То есть, тройное открытие. Но, насчет тройного не знаю, будет оно работать или нет. Но, как видите, к сожалению, не работает. Но самое главное то, что Teleport открылся. Вам не нужно на него мегакойны тратить. Также быстрое открытие появилось и автооткрытие. Давайте проверим, телепорт работает или нет. Ну, допустим, тпхнемся в эту локацию. И, как видите, телепорт работает. Также можно тпхнуться в новый мир. Давайте тпхнемся на спавн. Где он у нас здесь находится? Вроде здесь. Да, вот здесь также, как видите, телепорт работает на новый мир. Здесь тоже можно включить автоколлект в коин. Видите, в этом мире тоже эта функция работает. Отлично. Идем дальше. Автооткрытие яиц. Значит, давайте выберу вот это вот яйцо, которое я только что открывал. Это фейерверк яйцо. Оно ограниченное, лимитированное, то есть скоро пропадет. И давайте попробуем открыть с помощью геймпасса. Тройного открытия. Не знаю, получится или нет. Ну, давайте посмотрим. Нет, к сожалению, как видите, все-таки тройное открытие вообще не работает. Ну, ладно. Тогда откроем один раз. Не смотрим, будет открываться или нет. Да, как видите, у меня монеты списываются. Значит, яйца открываются. Также по это прибавляются. Давайте посмотрим, прибавится сейчас питомец или нет. Да, отлично. Питомцы прибавляются тоже. Все, можно, в принципе, выключать. Идем дальше. Что у нас здесь есть? Это получается, вы можете открыть окошко мерчанта, апгрейда, либо телепорта. Ну, телепорт мы уже открыли, в принципе, не суть важна. Но вы можете телепорт, если хотите, не открывать, не получать бесплатный геймпасс, а просто здесь нажать и, допустим, тупыхнуться в эту зону. Видите, здесь тоже через это работает. А далее апгрейды. Можно улучшить питомца. Хватает ли у меня на улучшение? Да. Давайте вот этого самого слабого улучшим. Посмотрим, работает оно или вообще, или нет. Да, как видите, работает. То есть, мне не обязательно подходить к апгрейду. Апгрейд находится на спавне. Я просто могу это сделать через, получается, скрипт. И мерчант. Это, короче, продажа питомцам. Давайте попробуем продать, получится или нет. Смотрим на мои монеты, прибавятся они или нет. На, прибавились. Все отлично. То есть, вы можете даже не ходить на спавн, делать это все через скрипт. А далее стандартные функции для плеера. Скорость. Давайте посмотрим, работает или нет. Как видите, работает. Высота прыжка. Давайте проверим. Прыгаю сейчас вот так. Смотрим, будет работать или нет. И, к сожалению, высота прыжка не работает. Значит, проверяем Infinity Jump. Да, Infinity Jump работает. Отлично. И так же можно, получается, тп к игроку. Но это показывать не буду. Не знаю, работает или нет. В принципе, не суть. Важно. И остались, получается, здесь настройки. В настройках здесь, в принципе, ничего обычного нет. Здесь просто вы выбираете цвета, которые хотите установить на вот это окошко для скрипта. И, в принципе, все. Здесь больше у нас в роликах ничего нет. А, ну и можно, получается, на какую-то кнопку сделать закрытие этого окошка со скриптом. Давайте, допустим, на Q сделаем. Нажимаю Q. И, как видите, окошко со скриптом пропадает. В принципе, удобно. Вот. Ну, буду на этом заканчивать. В принципе, я думаю, нашел довольно крутой скрипт для вас. Также напоминаю, пользуйтесь моим сайтом. Нажимайте на рекламу, если вам не сложно. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Исбан. Кому понравился ролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok